Гремят барабаны кругом. В коварное царство Тевтона мы смело и гордо пойдем. Вот какой был подъем. Да, и были жертвы. Оправданы, неоправданы с высоты сегодняшнего дня, правильно, говорит Олег Гермалаев. Невозможно осудить этих людей. Один из выдающихся полков Российской империи, Кексгольдский гвардии его императорского величества, полк, которым командует во время Веленской операции бывший начальник Веленского пехотного училища Борис Викторович Адамович. И во время этого свиньсянского прорыва происходит чудо, потрясающее, меня потрясшее, книга замечательного историка Бондаренко, который пишет, что этот Кексгольдский полк отличился в гвардии Кексгольдский полк, который в 6 часов утра без выстрела одними штыками выбил немцев из четырех линий окопов. Четыре линии окопов. Сопротивление было ожесточенным. Второй батальон полка потерял 170 человек убитыми и ранены. Оправданы ли жертвы или нет? Не нам судить. Судя только время и только итоги, которые были в результате войны. Жертвы не менее тяжелые. Понесла Ковенская крепость. Олег немного сказал об этом. Считаю незаслуженным забыть этот момент о защите Ковенской крепости. Потрясающе по своему трагизму события. Мало почему-то тоже известное в советской историографии. Цитирую. Во-первых, события происходили с 7 по 22 августа 1915 года. Вот, сто лет тому назад. Цитирую одного из авторов. С 7 по 17 августа ожесточенные бои у крепости, часто переходящие в тыковой бой. Потери. Убитыми около 7-8 тысяч человек, раненых около 17 тысяч с нашей стороны. Немцы потеряли 10 тысяч человек убитыми и ранеными. За проявленное мужество, храбрость, артиллеристы Ковенской крепости были награждены Георгиевскими крестами 2 степени 11 человек, Георгиевскими крестами 3 степени 74 человека, Георгиевскими крестами 4 степени 955, Георгиевскими медалями 3 степени 23 человека, Георгиевскими медалями 4 степени 1458. В начальной крепости генерал Григорьев, как пишет советская историография, бездарный руководитель, который и ранее отмечался подобными бездарными действиями, бросил своих подчиненных и бежал. Автор этих строк опровергает сложившееся мнение генерал Григорьев. Автор этих строк здесь, Владимир Иванович Капошкин. Я цитировал сейчас его описание защиты Говинской крепости. У меня вопрос. Почему Владимир Иванович позволил себе такую смелость, вопреки сложившейся советской историографии, сказать, что Григорьев совершенно незаслуженно обвинен? А ситуация с ним была такая. Он был после сдачи крепости арестован, осужден на 15 лет в каторге, лишен звания для нового дворянства. Был потом освобожден из Орбовской тюрьмы, но снова арестован большевиками и впоследствии был амнистирован. Владимир Иванович, прошу вас. Генерал Григорьев, правый офицер, участник русско-турецкой, первой мировой войны. Кобинская крепость не была сдана. Флаг Кобинской крепости спущен не был, капитуляция не была подписана. Крепость взяли штук. Кроме того, что крепость осуждали полтора месяца, во время которых было выпущено по Кобинской крепости и городу Калмуса 850 тысяч снарядов разного калибра, включая снаряды 42-сантиметрового калибра по 850 килограмм весом, которые стреляли три верта. Кипичные фортели, бетонные. В основном, конечно, удар пришелся на первый, второй, третий фортели западной части. Генерал Григорьев не бежал из крепости. Когда были прорваны центральные укрепления и были взяты первый, второй и третий фортели, он отступил в сторону Кочедониса для того, чтобы собрать войска, которые отступали разрозненными частями. Более того, трагедия Кобинской крепости состоит в том, что во время осады генерал Григорьев обращался к командующему фронту и к командующему российской армии, великим князю Николаю Николаевичу. Он просил поддержать Кобинскую крепость двумя фланговыми ударами с севера и с юга. После этих ударов немецкий атакующий 40-й корпус, которым командовал генерал Лицман, оказывался в котле. И все. Сам генерал Лицман больше всего боялся именно этих фланговых ударов. И он обращался с просьбой командующему фронту генералу Гинденбургу с разрешением отступить от Кобинской крепости. Гинденбург не разрешил ему отступление. И оказался прав. Потому что на просьбы генерала Григорьева ответа не поступало или приказали просто держись и все. Ну, чисто по-русски так говорится. В результате нужен был козел отпущения. И такой был найден генерал Григорьев. Великий князь не мог на себя подложить ответственность. Командующий фронтом тем более. Только не надо забывать, что именно после взятия Кобинской крепости летом 15-го года главнокомандующий Николай Николаевич был смещен сюда поста. И Николай II принял на себя командование российской армии. Тхуды, бедно, полковник, командуют армией. Это такой вопрос. Но факт есть факт. А с генералом Григорьевым просто расправились. Далее, второй момент. Если позволите, сразу же ремарки решили. По поводу генерала, генерал-майора русской армии, генерала-лейтенанта литовской армии, сервеста Ушипавкаса. Кроме того, что он был кавалером золотого оружия, которое получил в боях под Шоле в 15-м году. Эта золотая сабля хранится и экспонируется в Кронавском военном музее. Он был первым полным кавалером Ордена Битеса всех степеней. Не только первой степени, а всех степеней. Далее. Капитан второго ранга Теодорфон Рейнер. Наш земляк. Он не только был офицером Первой мировой и гражданской войны. Он был участником обороны Порта Артура в русско-японской войне. Он был создателем, после войны, он был создателем Литовского торгового флота. Плакет. Далее по поводу орденов Георгия. За Первую мировую войну было только четыре кавалера Ордена Георгия второй степени. По иронии судьбы, все четыре оказались в премии Николая. Николай Николаевич Романов, младший великий гнязь. Николай Юденич, командующий фронтом. Имел все три пьерния, получил, воююя с турками на Кавказе. Генерал Крымов, Николай Крымов. И командующий фронтом Николай Иванов. Вот четыре кавалера. Крымов, это который в фильме где? Там генерал Худы. Прогласим вам Худы, был генерал Слащев. Слащев Крымский. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Которые все любили. Есть возражения, которые я себе позволю. Но это только так, на уровне возражений. Мне кажется, что Николай Николаевич был снят с должности в июле. Кауновская защита Крымской крепости в августе. Я думаю, что там были немножко другие события. Об этом мы можем с вами подумательно поговорить. Не обрекая слушателей на этот спор. Вот мы говорили сейчас о Крымской крепости. Да, действительно, историю незаслуженно забыто. Один из историков, выдающийся. Вот Владимир Владимирович Капочко. Я попрошу поприветствовать. Да, да, это не преувеличение. Не преувеличение материала. Советской историографии по Ковенской крепости чрезвычайно мало. Поэтому гордитесь тем, что вот вы свидетели прекрасного исследования, посвященного Ковенской крепости. Но история Ковенской крепости имеет свои аналоги. Это и Новогеоргиевская крепость, и Брест-Литовская крепость. И вот об этом я попросил рассказать Евгения Красотского. Вот о некоторых исторических параллелях. Дамы и господа, я хочу коснуться, что во время 19 века для западных рубежей Российской империи должна быть защита какая-то. Вы помните прекрасно 1812 год, когда Наполеон беспрепятственно прошел и форсировал Неман у Ковна. Так? То есть, было проходной двор в это время. Российская империя, император Александр II, потом впоследствии Николай II, решили сделать такой щит оборонительный именно на западном направлении. В настоящее время, в то время, было 25 крепостей Российской империи, и только 4 крепости были первого класса. Это Ковенская крепость, Новогеоргиевская крепость, Варшавская крепость и Брест-Литовская крепость. Когда генеральный план составили генералы Зверев, Обручев и Волберг в 1879 году, они этот план составили, а только в 1882 году началось построение Ковенской крепости. Для этого были выкуплены участки в районах Фреда, Алексотос и Панемуния. А с 1903 года возводится 9 форт. Планировалось 7 фортов и 9 батарей Ковенской крепости. Именно Ковенская крепость, вот так, историческая такая, в 1912 год утвержден план Николаем II расширения этой крепости. К тому же стены были до полтора метра толстяной, свод. И вместе крепость Ковна, вместе с новой крепостью Гродно-Новогеоргиевск-Брест-Литовский, важный узел обороны с западной границей Российской империи. Вы знаете, что была взята Ковенская крепость за 11 дней немцами. 11 дней и 18 августа 2015 года крепость сдалась. Здесь говорили товарищи по поводу генерала Григорьева, который являлся комендантом Ковенской крепости. Я полностью поддерживаю выступающего. Его сделали действительно козлом обвинения и постоянно бросили его. Самый важный момент, как сказал этот самый. И я придерживаюсь данной точки зрения. И это отображено в книге о войне у Ковенской крепости 1915 года. Альгертосом Коцусом. Там подробно сказано о Григорьеве. Ну еще Григорьев, генерал Григорьев, его подкосило в 15-м году известие о гибели сына его. У него трагически сложилась судьба. Его Николай II, который лично его знал, его арестовывает, снимает с должности, лишает воинских наград. Вот. 17-й год приходит, большевики его освобождают. Но потом опять же большевики его садят за это самое. Опять обратно в тюрьму. К сожалению, дата смерти неизвестна его. Дальнейшая судьба покрыта так мраком. Вот. К тому же немцами сказано было здесь Вячеславом Ивановичем, так. Погибло действительно 7 тысяч русских. А 25 тысяч, ну это обходит число 7 тысяч, были ранены и пленены немцами. Немцы потеряли около 10 тысяч. Окончание войны и провозглашение Литовской Молодой Республики обозначило новый этап в истории крепости. И когда хорошая инфраструктура позволила сделать столицей Литвы хаос. Помимо военного применения, вот, 9-й форт, кто не знает, использовался впервые как газовая камера после войны. И далее использовался в качестве тюрьмы строгого режима. Кроме Коминской крепости, я хочу сказать о некоторых других крепостях, которые играли большую роль на западном направлении защиты Российской империи. Новогеоргиевская крепость. Слияние реки Нарева-Висла, Польша. Основатель Наполеон. В 30-ти километров от Варшавы. Деревня Модлин. До революции Новогеоргиевск. В 61-м году новый двор Базовецкий. Это название данное место. Там в 1806-м году Наполеон приказал построить крепость в этом Модлине. А русскими переименовано в 1834-м году. Тоже для защиты. Николай I принимал в этом тогда участие. А 27-го июля 15-го года крепости начали постепенно сдаваться. Потому что наступление немцев, она всего оборонялась 4 дня. А генерал Бобарь такой, перебежал на сторону немцев. То есть практически сдал. Предателем стал. Было захвачено 1204 орудия и более миллиона снарядов. В то время снаряды ценились на вес золота. Я скажу попозже. Крепость Брест-Литовск. Река Муховец, Западный Пух. То есть Брестская крепость, как сейчас. Тоже сооружена в 1833-м году. Военный инженер Карл Иванович Опперман. В 1842-м году построено. Там стелла, двухметровые стены, 500 казематов. 12 тысяч человек вмещало гарнизон. Обнесена 10-метровым земляным валом. В 13-м году строительство второго кольца укреплений принимал участие Дмитрий Карбышев. Гебезезвестный генерал-лейтенант инженерных войск. Который в Родницкой крепости принимал участие немцами и был замучен. В ходе так, потому что не могу не коснуться крепости Осовец. Это русская опорная крепость, возведенная на реке Бобры. У местечка Осовец 50-ти километров от Белостока. Особенность этой крепости была в том, что вокруг справа, слева, с юга, с севера были сплошные болота. Немцам надо было проходить на западном направлении, вот на восток, а там это была крепость. Во время Первой мировой войны немцы атаковали крепость и было атаковано с применением к ним оружия. Это страшное оружие, которое применялось немцами, а у нас тогда в то время не было таких надлежащих способов, противогазов, средств защиты. И там проводилось, короче, полгода, эту крепость немцы не могли взять. Вот, руководил генерал работами Токлебин, возобновлялась под руководством генерала Красовского, то есть почти на фамилии, да? Вот, а гарнизоны возглавляли генерал-лейтенант Карл Август Шурман и потом генерал Николай Бржазовский в 15-м году. И вот, смотрите, газовая атака. Газовая волна 12-15 метров высотой, далее шириной 8 километров, проникала на глубину до 20 километров. Средства защиты малоэффективны. И немцы даже несли потери от своих же газов, когда применяли эти газы. Оборона Асовца сорвала планы немцев на Белостокском направлении по прорыву стык двух русских армий. И вот, когда 25 августа был приказ такого верховного командования имперской армии оставить эту крепость, потому что свое предназначение, роль сделала. И в 1924 году европейские газеты писали о неком русском. Когда русские взорвали крепость от Советского, писали о некотором русском, которые обнаружили в его подвалах этой крепости заваленным. И он, оказывается, услышали польские офицеры, зашли и слышат. Стой, кто идет. Сейчас огонь. Они говорят, русские, русские. Снимают его с поста. Он говорит, нет, меня имеет право снять или государь-император, или разводящий. Кто служил в армии, знает. Ну, говорят, уже такой республики нет. Нет Российской империи. Есть уже, тут и Советский Союз пошел, вот это самое, и Больша там, и так далее. В результате этого Российской империи прекратило существование Варшавское, Австро-Венгерское, и так далее, войны. Ну, тогда ему спросили, говорят, а как ты тут? Он говорит, 9 лет, не знал, в темноте и охранял. И вот по поводу телеграмма Пилсудского было, потом его сняли с этого поста. Вот. И к тому же было неосторожность, вывели его на свет, он на слеп. Дальнейшая судьба его там неизвестна. А питался он с гущенками и консервами. И последнее. Валентин Пикуль. Вот. Книги «Нечистая сила», часть 6, глава 3, пишет. Под белым флагом явился в крепость белый офицер. И начальник устава сказал Свешникову, вы даем 0,5 миллиона имперских марок, сдавайтесь. А крепость у начальника штаба, Свешников, говорит, и говорят, сохраним свои снаряды, потому что нам выгоднее заплатить, потому что снаряд на вес золота. Вот. И не сдадите крепость, говорит, через 48 часов сравняем ее с землей. На что Свешников ответил. Предлагаю остаться со мной, если через 48 часов крепость сдастся, вот, вы меня повесите. Вот. А если не сдастся, я вас повешу, но денег мы не возьмем. Вот такая вот история. И последнее заключение, это именно, хочу ответить, что немцы, когда пошли в атаку, 3 полка, 7 тысяч человек, и навстречу им вышли, атака мертвецов называется, более 60 человек в окровавленных тряпках. Вот. Кожа зеленоватого цвета. Выплевывают остатки легких. Иду к последнюю атаку, зная, что через 5 минут они погибнут. И возглавлял атаку подпоручик Владимир Капович Котлинский, посмертно награжденный орденом Святого Георгия, в 4 степени перезахоронен в городе Пскове. Мать его отвезла. Об этом свидетельствует документальный фильм 15 января 2015 года. Посмотрите в гугле, там наберете. Виталия Максимова «Осовец. Крепость духа». Спасибо. Спасибо. Такие энцикады. Спасибо. Все. Спасибо, Владимир. Слово просит Олег Ермолаев. Я хотел бы немножко добавить насчет крепостей. Здесь не надо забывать о том, что крепости строились до появления такого страшного орудия, как бетонобойные снаряды. Крепости были кирпичные. А кирпичная крепость против этого оружия... То есть потом уже стальные форты начали строить из бетона. Девятый форт и новое кольцо планировали. До этой крепости были кирпичные. И дальше. Штурм Ковенской крепости был важен еще и дипломатической точки зрения. То есть после того, как немцы привезли эти страшные орудия из-под Парижа для того, чтобы именно уничтожить Ковенскую крепость, после этого, согласно мемуарам императора, его запискам, в Швеции начались негласные переговоры о перемирии. Вот какое значение имело поражение Ковенской крепости. Спасибо, Владимир. Есть такое выражение, расхожее, которое известно каждому. Когда пушки говорят, музы умолкают. Но, кажется, жизнь наоборот подсказывает, когда и пушки гремят, а музы все-таки делают свое. Один из героев, который сегодня был упомянут, генерал Адамович, начальник Ленского пехотного юнкевского училища. Его корни глубоко уходят в литовскую землю. Его род древних верилов с 1242 года. Выдающийся полководец, педагог военный, писатель, публицист и поэт написал. К высокому знай верный путь, иди прямой дорогой к свету, как рыцарь безупречен будь и верен данному обету. В дни юности и дни седин, будь родины своей достоин и помни твердо, что один и тот на родном поле воин. Эти слова на нашем гербе. А сейчас я хочу предоставить слово поэту, член Содружества Акадет Юрию Кривоцуховичу. Поэтическая минута. Ну, в последнее время, значит, мы нашли такую жанровую форму, значит, помимо позы. Вот мои коллеги, безусловно, авторские доклады, блестящие, значит, так сказать, исторические, научно-образованные, подготовленные, и интересные. Ну, я, допустим, попробую не оспаривать, допустим, историю сама по себе, она и так страшная и великая одновременно, но попробую авторские стиха, в общем-то, как бы понимать, не прочитать все это, информативно завести, потому что поэзия, она не тот более смысловой такой нагрузкой информационной, в отличие от прозы. Ну, это надо признать. Поэтому и ответственность по поэзии более серьезна. Что должна быть? Ритма, должно быть содержание, должна быть хотя бы тема. Единственное, что только отклонения могут все позволить автор для того, чтобы было, ну, более, так сказать, морально, нравственно. Ну, и кратко, значит, если у нас эпидемия всегда слушала так, и жить торопится, и чувствовать спешить, ну, это нормально, мы говорим про наших, так сказать, авторов прозе. То я бы все-таки вернулся к Одессу, потому что кодесская история, она неразрывно связана с великой русской историей, с ее трагедией, с войнами и со всем прочим. Поэтому, как правило, кодессу тогда было не прощено, а более корректизировано. По принципу так, в сердце даме, в жизни Отечества, честь никому. Я думаю, никто, ни в какой армии мира не придумал более конкретно и лучше, и правильно, наверное, так же понимание вот этой истории, понимание морали и нравственности. Поэтому, примерно так посвящено кодессу, вот таким образом, храни вас от бед и страданий. Откройте молитве сердца, вам выпало в час испытаний, исполнить свой долг до конца. Посвященное, я попробую частями, а не полностью стихи, потому что, я так понимаю, регламент определенный, ну, не дает невозможность, иначе скажут тогда в вашем вечер авторской песни, или это все-таки историческое дело, связанное с первыми наоборотами. Поэтому, значит, попробуем примерно так, что посвященное трагическое истории кодесского хороатского корпуса, потому что история не имеет определенных героев, она постоянная. Понянем, братья, этот страшный бой, бушуют и горят на склонах мати, как таят на глазах, как детский строй, безмерные по жестокости атаки. О, Господи, да и силы нам понять, и оправдать теперь цену и меру, безроботно и гордо умирать за честь свою, за Родину, за Деву. Значит, ну, это примерно так, как бы, такими ремарками я делаю, но когда возникал спор о том, как воспринимать эту историю, как понимать, ну, наверное, нужно понимать так, что с высот сегодняшних не надо судить прошедшие года, приобретать чужие, взгляды и дать чужие, да, там, в захолустных недах века, у нас на осенье, потому что мы не очень давно теряем. Вообще-то, конечно, мы лучше иметь гитару, и вот институт, наверное, наследие, надо больше, как бы, например, реквизит включить, купить вам гитару, да? Нет, я могу свою подарить, потому что веки. Верно отдача, а то, и... Ну, по сожалению, нашего, в итоге, надо будет его возить и носить, потому что как-то неусобно... Образ растворяется и тонет. Все, что было, было и прошло. На моих покорица на понятах. Почему-то вспомнился подрядец и живущий ожиданием сад, где плёску юную на танец приносил проститься и скопаться. Облетели белыми каштаны, отшумели холодом дождей, прослежились ранние туманы, белой пудой грусти и тоски. Отошли недавние утехи, голод есть и шорох, шум, хочется куда-нибудь уехать от заботных ренушек иголку. Крик в душе и вязкая усталость, и взлетный птиц распался в строй. До детства с осенью прощалась, на крыльце окрашенном заре. Остается в прошлом дебилом, все, что нам так дорого и близко, море, расположаясь под дождем. Осенью прощальная записка. Приходит из юности взялость, желание невыше созлость, и какая печальная тылезь того, что, увы, не сбылось. Это потом, как детство, мы максималисты, но потом... И вновь к тяжелым страницам Первой мировой войны, периода 15-го года, 5-е сентября. Вильнюс занимают германские войска. Эвакуируется все. В том числе для Вильнюса, возможно, будет интересно знать, что в первую очередь были эвакуированы мощи святых великомучеников Иоанна, Антония и Евстафина. И которые были только возвращены в 1953 году назад в Вильнюс. Ситуация, в которой оказывается Вильнюс, Литва, в выступлении Николая Николаевича Тельшова. Профессор, спасибо. Я понимаю, что рассказать о большой период с 1915 года, когда Литва была захвачена немецкими войсками и до Второй мировой войны, это довольно сложная тема. И можно было бы говорить очень много о том, что такие личности, как Сметон, Басананчус, потом люди, которые занимались развитием государства, создавали это государство. И что характерно для этих людей? То, что они от демократии, приходя к власти в демократию, в конечном итоге скатывались в диктатуру. У нас сейчас так в философии принято, что всякое развитие общества происходит по спирали. Каждая спираль на более высоком уровне. А иногда может быть она и на более низком уровне. Ну смотрите, Хармарс и Плеханов пишут о том, что социализм можно построить только в определенных государствах. Это значит Германия, Франция, Англия, Ленин скрывает это и создает условия для того, что... Ну это выдающийся стратег, который позволяет себе создать государство и строить социализм в одной стране. А Троцкий говорит, давайте так сделаем. Не будем создавать государственность, а будем вести перманентную войну. И эта война позволит нам в конечном итоге захватить все другие государства. Что же здесь получается в Литве, когда провозглашает такая великая страна, как Россия, провозглашает перманентную войну. Перманентную революцию. Революцию. Ну революция подразумевает войну. Согласны. Происходит это по одной причине. Только потому что такие страны, как Латвия, Эстония, Финляндия, они в первую очередь в этот период, после мировой войны, первой мировой, они начинают бороться за свою государственность. Литва тоже борется за свою государственность. Но я уже много раз писал в своих книгах и о том, что, например, Верия Литва, она в первую очередь предполагала свое отношение к славянским государствам более тесное, потому что Великое княжество Литовское сформировалось в те годы. И эти традиции были свойственны именно Литве. Что мы видим, что Литва вместо того, чтобы так же сделать, как и Финляндия, Латвия, Эстония, создать государственность, она создает еще и вопросы, и проблемы национального государства. Национальности. То есть две проблемы для себя решать. И когда в 16 февраля объявляют о том, что создание происходит требуем, в дальнейшем захват диктатуры Сметоны, мы как-то не задумывались над тем, что это же люди, которые жили здесь, в стенах этого нашего и города, потому что столица Литвы, это было Каунас до такого момента, пока Вильнюс не был освобожден. И когда не создавали определенные условия для создания такого совместного государства, как Литвел, Литва, Белоруссия, со столицей в Минске, но я помню, что вопрос стоял о том, чтобы столица этого государства была в Вильнюсе. И даже Сталин уже после войны, после Второй мировой войны говорил о том, что Белоруссия, столица Белоруссии должна быть в Вильнюсе. Но это все условия для того, чтобы мы могли говорить о условиях создания Литовского государства после Первой мировой войны. На данных слайдах мы с Владленом посмотрели, что можно показать, по крайней мере, в слайдах, потому что, что бы я вам ни говорил, 80% информации вы получаете именно от зрительного восприятия того, что мы делаем и создаем. Вот эти вот фотографии, по крайней мере, смотрите, возрождение Литвы, 37-39 год, победа боскетболистов в Литвы, и в конечном итоге мы видим, что эти полеты Дариса и Гереноса, это все Литва. Мы были недавно в Шауляе, где были на захоронениях, четырех захоронениях литовских воинов. Кого в эти захоронения, кто в эти захоронения попал? Да молодые воины, которых только призвали, они и ружья-то, наверное, никогда не видели, а паровоз еще, тем более. А полченцы. А полченцы. Вот они, в первую очередь, и погибали. И вот это как реплика к вашим выступлениям, господа, в том, что, смотрите, вы говорите о том, что да, на гладких, сытых конях, сабли вперед, вперед, ура, мы наступаем. А почему-то вы никакого слова не сказали о том, что именно казачьи сотни прорывались в Польшу и вырезали все еврейское население в этих городах и поселках. Это что? Это тот же геноцид и погибло больше, чем, например, в годы Второй мировой войны евреев. Это тоже об этом надо говорить. Выступление по поводу крепости Осовец. Вы что думаете, когда шли в атаку вот эти вот окровавленные солдаты, 60 человек против 2000 человек, 1200 или 2000, ну где как? Против 7000. Против 7000. Ну вот видите, вы что думаете, они там кричали ура за царя, за отечество? Нет, они матом ругались. Так это к чему? Это к тому, что не было такого, что вот эти гвардейцы, или как их там, мы сказали, что Врангель это герой Второй, Первой мировой войны, в конечном итоге призывал всех к тому, чтобы за ним пошли люди. Люди погибали. Люди погибали. Это не противоречит одно другому. Я не понимаю, как это запанчивается. Может быть, тема, кто-то непонятно куда. Время разный, тема два. Да, или так, 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 или так. Ну, картинка, посмотрите, вот тогда эти памятники, которые закупали Польшу, Польшу закупали для того, чтобы и Басановичу, и Сметона, и все. Сметона, вот, спасибо. Все, все. Мы говорим об этом регионе, и сегодня очень интересная тема, которую вы увидели, Владимир Владимирович, посвящена тем наградам, которыми были награждены живущие здесь, на этой территории, люди. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Ваши поздравление, как и Басанович, в двух словах буквально, немного вернусь назад, кроме того, что в этом году исполняется сто лет, ну, что в Кобинской крепости, исполняется и сто лет окончание русско-японской войны, в которой участвовало более тридцати тысяч жителей нашего края. Поэтому начну именно с них. Тем более, что многие из участников русско-японской войны, впоследствии участвовали и в Первой мировой, и в Гражданской, и строили армии независимые звезды. Итак, я подогнал несколько человек разных национальностей, которые отражают полноту, верно, и национальный состав Литовской республики, и тех губерний, которые были тогда в составе Российской империи. Здесь представлены награды людей. Манкирюнос Сильвестра. Наверное, я о них с вами говорить не буду, я просто прочту коротко, выдержку из реляции о представлении этой награды, лучше не скажешь. Манкирюнос Сильвестра, 28-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, стрелок, 13 июля 2004 года, во время наступления японцев на базовку 131, где вторая полурода осталась для задержания японцев, вызвался охранником, разведать силы и направления наступающих японцев. С опасностью для жителей доставил точное сведение. Это было бы произошло при обороне крепости Порт-Татру. Наградзил знаком отличия военного ордена 4-й степени. Ну, попросту делается крестом. На следующий день, после двухнепного боя, 13-14 июля, на Зеленых Дорах, будучи послан в ночь на 15 июля, секрет был обнаружен японцами, но благодаря личному мужеству, штыком отбился на японцев, не дам захватить себя, и своевременно сообщил о наступлении японцев. Был награжден знаком отличия военного орда 3-й степени. За два дня получил два герой секреста. Вот здесь не представлено. Ими дали за участие в обороне русско-японской войны. Украинец принял, фотографиями милия майора Александра, 33-й пехотный единицкий полк, рядовой, за отличие в делах против японцев 18-19 июля 2004 года. Наградзил лично главнокомандующим вооруженными силами в Дальнем Востоке, генерал-малютатором Пронопадкин. Его коррадзил. Бамгус Казимир. 17-й стрелковый восточно-сибирский полк, 2-я облака, дефрейтор. За мудростью и храбростью, оказанный в боях с японцами, 13-й, 24-й августа, 4-го года, под Лео-Ямом. Леонтель Петр. 3-я восточно-сибирская стрелковая дивизия. Пулеметчик. Впервые применение оружия пулемета. Старший ультер-офицер из военно-определяющихся, то есть доброволец, кандидат на первые освободившиеся офицерские должности. За мудростью и храбрость, оказанный в боях с японцами 25-го сентября 4-го года, пожалован за отличие, совершенное в составе другой дивизии, которая была прикомментирована. Шел как за бати Гель, Райс Шмуль, еврей, иудейское распорядание, небо и крест, непрещенный еврей, 36-й восточно-сибирский стрелковый полк, дефрейтор, будучи ранен, остался в строю. К ней получил и медаль с банком. Интересно то, что вот эти герди, сей кресты, без знака речи, это военного ордена, для иномерцев, не для христиан, были не с изображением святого Георгия в середине, а с другого моргом. Очень редкая награда. Всего было с 1856-го года до 12-го года, за полсто лет, было выдано всего 4 тысячи крестов, чуть больше, 4 тысяч. Вот Райс Шмуль получил такой крест. Кавказцы очень не любили эти герди, эти кресты с птичкой, как они называли. Они ходили с джигитом. А которые какие-то птичу получали, как и православные герди? Да. Все христианское распорядание все получали с Георгием. Только мусульмане, иудеи, язычники, и такие служили. Получали кресты с птичкой, салон. Первая игровая рейда. Блоги офицеры служили впоследствии и литовской армии. Получали, как правило, стандартные награды. Ну, какие стандартные награды? Орден Святого Станислава с мечами бантом. Орден Святой Анны. Более высокие награды Орден Святого Владимира. И самая почетная награда, самая редкая, самая уважаемая Орден Святого Георгия. Четвертой степени. Всего, за всю историю создания этого орда на Святого Георгия, а он был учрежден Никоциевной Второй в 769 году, было наградено 5 тысяч 5 человек за 200 лет. Кстати, некоторые белгородейские, командующие тоже на подзале, были в мере колчаки времен. В ранге людей в мере и в граждане за участие гражданского войны считалось это одно морально. Полчак был в мере. Полные Георгиевский Кавалер Динственное Татье Казис-Москравьевский получил вот такой БАТ, так называемый, полный БАТ. Первая, вторая, третья, четвертая степень. Василий Ферлан-Марионович 335-й Анапский 1-й полк утратится в заглядывающий полк для их наше пророчество грязи. Сташков, Лос, Йонус, Николон, 2-й гражданский полк. 1-й полк русской армии, Пулеметная команда, рядовой, за бой 5 июля 15-го года украин города Красностав, Польша, где немцы приняли отравляющие газы. Награждал лично, поселён императором, на 8-й партии в декабре 15-го года. Валерий Иванович, со временем. Да, я его закончил. Решение уже видно. Вот его награда. Вот эти 4 награда. Медаль 4-й степени Рамберс, Дёрнный секрест, Медаль памятника в Суббете и Медаль памятника в Суббете в Египетном Буте, когда предраженцы Семёновца использовали в качестве морской пехоты. И последний, крест. Джакевич Йосиф Никентьевич пехотно-средский полк. С удивительной храбростью отбивался на безымянной высоте от немцев, который с трёх сторон запрался в его гранат. Вот такие были религияции. Некоторые очень полные, некоторые, как говорится, краткие. Джакевич? Ван Ямин. Джакевич, Джакевич, да. Перерыве. Я с ним буду рассказать более подробно на каждом из них, потому что это мой любимый конец, могу говорить с дуалой вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ООО Генерале Франции Расстрелян большевиками он был в 19-20-м году. В обвинении обвинялось не то, что он был генералом царской армии, он в том времени уже был огородником просто работал. А за то, что он в 14-м году провалил вот эту восточно-прусскую террасу, сдал генерала Сосоновым. И не разъеху припомнили. Но об этом ты скажи. Отчасти я слово предоставляю Сергею Бусареву, коллекционеру, коллеге Владимир Ивановичу. Пожалуйста. Несколько лет назад я приобрел вот такую редко-итальянскую меморицу для спасения жителей России на 1928-го года. Я знал, что эту медаль награждали и русских моряксов, так же и наши были награждены и литовцы, служившие тогда на флорте. Материалы были скудные, хотелось побывать и узнать и стал собирать эти материалы. В этом году 11 октября я побывал в Мессине и материалы, которые сейчас вылезут в документах это Мессина вчера, сегодня и после землетрясения. Ну а что произошло там 28 декабря 1908-го года пишет Максим Горький, который один из первых приехал тогда в Мессину и вот что побегал. 5 часов 20 минут земля сдрогнула и первая судорога облилась почти 10 секунд. Тресли скрип, посонный храм, дверных колодок, звук стекла, дрос от падающих лестниц, разрубил спячек. Люди скачили, ощущая всем телом эти подземные полочки, от которых вдруг теряешь сознание, наполняешься уничтожающим разумом земля двух облудилась, стонала, горбилась под ногами, и волновалась, образуя губольки и трещины. Лопнули трубы водопровода и трещин земли рвутся фонтан. Ищипя, ищипя, и обрызгивая людей, колодной подой, ноги бежавших падали в яму. Люди попадали, погибали при каждой новой судороге, разрушаемой земли. Кто имел силу устоять на ногах или ползти, двигался дальше на берег моря, на площади города, путаясь проволок с телефоном и телеграфом, а земля вновь отталкивала все, взрослых и пошатвые здания наклонились по их белым стенам, как молнии изменились твещины, и стены рассыпались, заливая узкие улицы людей, среди них тяжелыми грудами острых кусков камня, пронзающие осколками изломанного дерева. До трагедии Мессины проживало 150 тысяч человек, 70 тысяч погибли. А вот что пишут русские моряки, находящиеся 70 миль от места трагедии, это где-то 130 километров. Внезапно раздался мощный гул и корпуса кораблей садыргнулись от ударов. При полной тишине на море внезапно прошла огромная волна. Она раскачала корабли и развернула их на 360 градусов. Послышались отголоски подземного гробота. Объявленную боевую тревогу сменил отмир. О том, что произошло на самом деле, моряки узнали, когда на корабль к адмиралу Литвину привел капитан Порта и вице-адмирал консул Макеев сообщили о грандиозном землетрясении. Начальник Порта передал Литвину телеграмму префекта Сиракуз, которому просил дружественную не отказать помощи населению. Владимир Литвинов телеграфировал поскучившись в Петербург и, не дожидаясь ответа, дал команду следовать мессиям. А вот, что пишет Гарри Граф. Крейсер адмирал Макаров первый поднял порыв и вышел в море. Во время перехода командир приказал докторам собрать все наличные перевязочные к съезду на берег. Скоро на горизонте показались высокие столбы дыма, с чем мы ближе подходили к Мессине, тем ярче вырисовывались пожары. Разрушение в нескольких местах вырывалось пламя. Фактически весь город был разрушен. Всюду виднелись полуразрушенные дома. В гавани затонуло несколько пароходов и стенки покосились и дали трещины. Кое-где на набережной виднелись люди, которые макали руками и что-то кричали. Наша помощь оказалась особенно ценной, потому что мы первыми пришли к месту катастрофы. Уговаривать нас не пришлось. На берег немедленно сошли оборотники, вторая тельшая санитара. Последние немедленно открылись санитарный пункт и роты разделились на маленькие группы и начали раскопки по указанию местных жителей. Стала задача искать живых. Сергей, а вот пократи... Да подожди, времени нет. Мы сейчас будем слушать о том, что... Я прошу. Скоро с культурами. Хорошо. Порядок. Хорошо. Помнят там русских или нет? А то как может Бакаро грандарь. Если... Я тогда скажу просто саму суть. Смотрите, что пишет тогда итальянка Сарао писала об свежем событии. В историю Миссины были тысячи страниц человеческой доброты и щедрости. Но самую первую, самую вечную и самую нетленную страницу в истории внести они световолосые славяне столь сдержанные и столь отзывчивые на деле. Смотрите, что еще было. Тогда я расскажу тогда дальше. Вот еще что-то. Алисины подведут. Подведите, уже время у нас. Привнимаю, все выступали под вас минуты. Десять минуты действительно это очень такие события, которые есть. В ресторане. Да. Нет. Вот жители Миссины о русских моряках их принесло само небо, а не море. Знаете, жители Миссины помнят... Плати, кручи тогда, я там просто дальше покажу. Знаете, помнят своих героев. Рассказывают, что когда один русский офицер, участник пессинских событий после революции 17-го года случайно оказался на Сицилии без средств существования, жители острова, увидев у него вот эту вот серебряную медаль, как говорится, зелено-белое лето, через муниципалитет предложили ему пожительную пенсию и небольшой дом с виноградом. События столетней давности не забыто. О русских моряках рассказывают и сегодня, на уроках школы и в Италии. На вопрос Телишева, да? Миссии не есть. Улицы русских моряков, площадь русских моряков там. Николай II адмиралу Литкинову сказал так, вы адмирал своими несколькими моряками в несколько дней сделали больше, чем все мои дипломаты за все царство. Через два года после катастрофы итальянский комитет все, вот Юра, пострадавший к Миссине собрал средства на отливку золотой медали, которую здесь показали. Эскиз выполнил итальянский скульптор Петре Кюхре, который он преподнес в 1911 году. Российские моряки были награждены вот этой вот серебряной медалью. И вот уже через сто лет не забыты строки, которые жители Миссины посвятили морякам, пришедшие на помощь. Барш, главным сыном благородной земли, героизм, который войдет в историю первых, поспешившим на помощь, на помощь тем, кому грозила верная смерть от ярости стихии. Уважаемые друзья, позвольте при подведении итогов напомнить все-таки говоря о первой войне, о тяжелом 15-м годе. Надо сказать, что он имел с тяжелым моральным потрясением для всей русской армии, о чем очень ярко и точно написал в своих дневниках Антон Иванович Деников. Цитирую, весна 15-го года останется у меня навсегда в памяти. Великая трагедия русской армии отступления из Галиции. Ни патронов, ни снарядов изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость, физическая и моральная, кто робкие надежды, то беспросветная жуть. Однако выполнить главную задачу разгрома русской армии и вывода России из войны антро-германцам не удалось. Российская армия хоть и понесла тяжелые потери, но избежала окружения и сохранила дальнейшую боеспособность. На этом позвольте подвести итог и предоставить слово Юрию Тракчановичу. На самом деле фактор времени просто будет тезис. Смотрите, здесь основная часть людей, которые имеют паспорт Литвы. То есть мы граждане Литвы здесь собрались. О том, что наша это общая история, общая память говорит тема нашей конференции, которую мы еще начали в 2011 году. О том, что я прав, если я не прав, прочитайте слова премьер-министра Литвы Будкевича, которое написано на экране. Если я еще раз не прав, я напомню, что в 2004 году премьер-министр Литвы господин Бразаускас дал нам практически 100 тысяч литв, чтобы мы провели инвентаризацию в Литве за хранение Первой и Второй мировой войны. В этой работе колоссальную помощь нам оказывает посольство Российской Федерации. О том, что они относятся с большим уважением к нашей общей истории, говорит тот факт, что посольство Российской Федерации в Литве, первые памятники, относящиеся к истории Первой мировой войны, это неизвестному литовскому воину русской императорской армии, о котором мы говорили. Теперь, наши организации, которые вплотную занимаются с 2011 года, они есть на экране, слева направо, время нет, читайте, смотрите. Мы охватываем период, который начинается с 1812 года и 1945 год. 200 лет. Почему это, Да потому, что все конфликты на территории Европы начинались или проходили через историю Литвы. Это надо помнить. Это и 24 июня 1912 год, и так далее, и так далее. Здесь мне хочется напомнить, что первый парад Победы был 9 сентября 1815 году Вертю, на который, как я в прошлый раз говорил, 150 тысяч русских воинов единым шагом, которым командовал Александр I. Это был первый парад. Чуть позже, насчет второго неудачного, или не состоявшего, третьего, чуть позже, говорим. Что касается нас, литовцев, я когда-то, когда мы готовили конференцию, в 2012 году пришел в Институт Истории Литвы и говорю, дайте мне какие-то факты в этой общей истории. Он говорит, а он просто времени не было, как сейчас, уже торопимся, говорит, общие факты. кто угробил Великую армию. Я говорю, ну как, кто там, Бородино, Кутузов, нет, говорит. Фактически, армия перестала существовать. Это братская могила от Вильно до Ковна. По документам, 120 тысяч представителей Великой армии и сегодня находятся в братской могиле. Вопрос, кто их убил? Не буду назвать фамилии, потому что он может обидеться, на просто время такое нельзя. Он сказал, говорит, а ты знаешь, говорит, их убила литовская крепостная и она убила не ружьем, а вот эти деревянные штучки, которые в воду носят, как коромысло. Вот она, для меня это дикий факт. Почему? Потому что, говорит, эти великие воины, у них не было уже ни оружия сил тащить, не было продуктов питания, они шли к костюлам. А утром крепостная литовская уходила, видела, ей не нравилось, потому что у нее хлеб забирали в июне, когда наступали. Вот вот этой мотыгой, или как ее называют, она и похоронила. 120 тысяч по документам проходит. Это есть тоже факт общей истории. Что касается общей истории 1915 года, здесь хочется жестко сказать, потому что латыши, литовцы, белорусы, поляки вместе с русскими этот рубеж не дали кайзеру прорвать. Все остальное уже говорили. Вот. Я еще когда заведут, мне объясняют, что город Сморгонь, где вот это Сталинград Первой мировой войны, вообще-то это город Веленского края. Так что нам, литовцам, не стыдно об этом говорить. Значит, мы тоже жестко стояли вместе с русскими и город не сдали свой так. Ну, про 1945 год уже все говорили, был парад, мы тоже участвовали. Теперь, единственное, что хочу закончить, если брать во внимание слова Черчилля, который сказал так, что Россия выдержала огромные удары, если бы не внутренние черви. Так вот, насчет червей, мы как-нибудь тоже спланируем конференцию провести, мы должны быть все едины. Тогда никакой червь нас не сожалет. Все, основное закончил. Теперь порядок такой, что... Секунду, тогда объявление еще одно, есть, а порядок потом. Да, порядок потом. Я хочу представить слово поэту, художнику, члену Международной Ассоциации публицистов, Александру Деркачу. Буквально одна минута. Да, спасибо большое. Я хочу поблагодарить в первую очередь всех выступающих, которые нас опять познакомили с историей города Каунаса. Но не зря крепость, которая строилась здесь в Каунасе, была просто так построена. Потому что за дня образования тысяча тридцатого года, когда Кунас построил вот этот замок в Каунасе, он все время являлся крепостью крепостью Российской Империи. И по стечению обстоятельств так получилось, что мой отец освобождал город Каунас от фашистов. Под Паневежисом был тяжело ранен. Лежал в Шавляе в госпитале. И в то же время я опять же как военнослужащий перенял у него вот это ружье, так будем говорить, и был тринадцать лет в городе Каунасе сапером. И я разминировал то, что было наброшено начиная с 1914 года по 1944 год. И я хочу подарить выступающим здесь вот эту работу свою. это самое удивительное, что я искал, это Чапский садец работал созерцание поверженного города Каунаса наполеоновскими войсками. И я его нашел, это место. И что самое удивительное оказалось, что это место батареи седьмого форта. Это батарея седьмого форта. Я ее отобразил и вот дарю клюву. Принимай, принимай, принимай. Это мои работы. Это Каунасский замок, исполненный тушью и пером. Спасибо. А это Каунасский собор, который строился как Каунасского императорского гарнизона. Еще раз большое-большое спасибо, большая-большая благодарность за то, что вы подарили нам опять воспоминания о городе Каунасе как щите российской и потом в дальнейшем советского государства. Большое вам спасибо. Спасибо всем. Уважаемые господа, насчет порядка работа ... Субтитры Продолжение следует...